Беларусь 4 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 У Гомеля названы улицы, скверы, помники и обелиски. Эти памятные объекты зауседы будут нагадывать про самоданную человеческую позвию, в действительной в годы Великой Айчинной войны. Такую данину памяти, глубокой поваги и без конца и поддяки эти люди заслужили по праве. Бояны отвоевали и подарили нам самое дорогое, каштовное незалежность и будущее под мирным небом над головой. До новинов экономики. У регионе будет реализоваться программа развития живелого доли, концепцию которой затвердили депутаты Гомельского областного совета. Ее холодная мета – повышение эффективности галины шляхом вытворчасти конкурента здольной продукции. Подробности в наступном сюжете. Программа различена напереда 2020 года. За этот термин плануется значно повеличить объем выпуску основных видов продукции живелого доли. У приватности продугледжено повеличение больше, чем на треть, на дояв и вытворчасти мяса птушки. А так само амальна чверть – мясо буйной рогатой живелы. Становшая динамика по гэтых напрямках есть уже сёння. Перспективы на будущее обмеркованы на посаджении Гомельского облвы канкама. Для анализу становятся справа выкористаны показчики бягучих года. Варто отзначить, что хоть будовництво новых ферм господаркам не по кишени, оптимальное решение есть. Реконструкция уже побудованных помешканев. Не глядяши на то, что год был вельми складанным для усёй сельской господарки, на Гомельшине удалось значно повеличить надой молока. По прогнозах, гэтая колька досягне 1 миллиона 12 тысяч тонн. Опошний раз в области удавалось отримать такий выник ясше у советский час 25 годов тому. Усиленное внимание уделено посевам кукурузы, которая, конечно, дала свою отдачу. Мы позволили обеспечить себя кормами. Ну и вот уже второй год мы стабильно обеспечиваем поголовье скота полноценными комбикормами. Кончатковое затверждение пятигодовой программы заплановано на соковик наступного года. Керовники агропромыслового комплексу в области лишат прогнозы целком выканальными. А коли и будет корректировка, то только убог повелячения. Один из главных способов утриматься на плаву у теперешней экономичной ситуации для промысловых предприемствов Гомельщины – пошук новых рынков сбыту и деловых партнеров. Миновито так плануют стратегию своего развития у акционерным товарыстви «Гомель-Будматериалы». При этом у адрознене от інших тут больше говорить о переориентации на айчинный рынок. Бо ящая недавно больше запаловы продукции поставлялась за межи Беларуси. По основным – у Россию и Украину. Однако, как оказалось, экспорт не панацея от усих проблем. Сегодня ситуация резко поменялась. И поэтому мы сегодня обращаем внимание на внутренний рынок. Внутренний рынок наш сегодня до конца нами не изучен. Это наше, так сказать, белое пятно. Это прежде всего розничная торговля. Это оптовая торговля. Это крупные наши базы, которыми нужно работать. И работать нужно во всех областях. Не только по Гомельской области, а и охватывать до Гродненской, Брестской и так далее. Вот сейчас мы на это обратили самое серьезное внимание. И этим занимаемся. Великую увагу на предприемстве надают и оптимизации вытворшего процессу. А это не только модернизация обсталявания, якая потребует великих финансовых выдатков, а и максимальное выкаристание кадрового потенциалу. Сегодня каждый работник должен иметь несколько сумежных специальностей. У кончаткового выника это позволит понизить цену продукции, а значит, даст перевагу в конкурентной борьбе на рынку. С первого снежного автомобилистов обовяжут выкаристовывать зимовые шины. За невыконание распоряджения их чекает администрационное покарание. У кольки обойдется язда на летних шинах. Як будут отсочивать порушальников? За отказами на ГТ и инше питание наш корреспондент Ганна Ковалева звернулась до наместника начальника областного управления Державтоинспекции Андрея Гаркуши. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Николаевич, с первого декабря привычный перечень штрафных санкций, которые применяются к водителям, пополнится еще на один пункт. Тех, кто не сменил летние шины на зимние, ждет административное наказание. А в чем оно будет выражаться? Да, действительно, это так. С 16 января 2015 года в правила дорожного движения введена новая норма, которая обязывает с 1 декабря по 1 марта водители эксплуатировать свои транспортные средства зимними шинами. Из-за игнорирования данного требования предусмотрена административная ответственность, которая предусматривает наложение штрафных санкций до половины базовой величины. Что касается транспортных средств, на которых распространяется требование данных правил, это автомобили с технически допустимой массой до 3,5 тонн, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой массой свыше 3,5 тонн, ну а также автобусы с технической допустимой общей массой до 5 тонн. Скажем, водитель оплатил штраф, однако нарушение не устранил. При повторном задержании за такое же нарушение будет ли применяться более жесткая мера? За неиспользование зимних шин повторность не предусмотрена, однако повторность предусмотрена за использование зимних шин с остатком резунка протектора ниже допустимого, а именно менее 4 мм. Санкция предусматривает штраф до одной базы величины. Повторное нарушение данной нормы в течение года влечет наложение штрафа от 2 до 5 базовых величин. Как будете отслеживать таких нарушителей? Ну уже сейчас, с 24 ноября по 4 декабря, в республике проходит республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин». Сотрудники госавтоинспекции активно принимают участие в проведении данного мероприятия, проводят профилактические беседы с гражданами по использованию зимних шин и последствия невыполнения этих норм. С 1 декабря текущего года, конечно же, сотрудники госавтоинспекции уже будут применять административные ресурсы. На этой неделе зима заявила о своем приближении. Сказались ли изменения погодных условий на аварийной обстановке в Гомельском регионе? Да, конечно, погода внесла свои коррективы. И не только заморозки, но это темное время суток вносит в свою отрицательную моменты в сфере аварийности. Вот буквально несколько дней назад были уже первые осадки. И буквально были даже моменты, когда в одно и то же время в городе Гомеле было совершено одновременно 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Водители еще не в полной мере готовы к зиме. А это все-таки и поддержание в технически исправном состоянии своего транспортного средства. Это внутренняя эмоциональная подготовка. Если брать дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали люди, то на сегодняшний день на территории области совершено 478 дорожно-транспортных происшествий, в которых 87 человек погибло и 495 получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на то, что отмечается тенденция к снижению аварийности в сравнении с прошлым годом, Однако именно в этот период следует акцентировать как водителям свое внимание, так и пешеходам. Что касается пешеходов, конечно же, это самое главное использование световозвращающих элементов в темное время суток. Аккуратно переходить проезжую часть, убедиться ли в том, что транспортные средства уступают дорогу. Андрей Николаевич, Вы водитель уже с более чем 20-летним стажем. И при этом представители такой структуры, как госавтоинспекция. Что от себя порекомендуете автомобилистам? Взаимопонимание на дороге между водителями и пешеходами сейчас, к сожалению, не в полной мере достигнуты эти цели. Поэтому, если пешеход и водители будут друг друга понимать, мы снизим показатели аварийности и травмирования людей в разы. В Гомеле прошел республиканский семинар «Лес молодь будущая 2015». Як означают в Министерстве лесной господарки, головная мета на рады ознайомить молодых работников с задачами, которые стоят перед голиной, а так само выслухать их про пановы. Об чем ишла размова, ведают наши корреспонденты. Предоставление первого прационного месяца, оказание материальной допомоги и забеспечение жильем. Это только некоторые пытания, которые традиционно разглядаются на республиканском семинаре «Лес молодь будущая». Все летает он проходить у Гомельской области. Тут есть, что показать молодым специалистам. Хоть не меньше важно для их и махчимость особистой встречи с министром лесной господарки, подчас якой можно выказать свои пропановы. Бо отрыманных у высшейших и средних специальных установах ведау не зауседа достаткова для практичной работы. Любой молодой специалист сталкивается с одной из единственных проблем в любой отрасли – это применение тех знаний, полученных в университете, применение их на практике. Также в университетах мало учат документы обороту, их оформлению, то есть введение этой документации. Этому пришлось обучаться уже на практике, на самом производстве, принимать опыт у старших специалистов. Все лето работниками лесной господарки стали коля 300 молодых специалистов. У глиновой министерстве означает, что частка за их в ближайший час будзе призваны в Узбройные силы. Нехто после обовязковой отпрацовки знайдзе іншую працу, але як свечить практика, коля 90% молодых специалистов застанутся у глине. А таму их практичной подрыхтовцы повышенная увага. Урешті выники работы залежать пер за усе от профессионализму кадров. Сюня сярод основных на керунках дейностей лесной глины, выросшывание новых лесов, нарыхтовка и перепрацовка драунины, реализация продукции в тымлику и на экспорт. У нас есть в стране древесный ресурс, надо эффективно использовать. Эти цели построены в предприятии концерна Беллес Бумпром, которые уже вводятся в эксплуатацию и будут поносить доход большой нашей стране валютной выручки и в целом налоговых поступлениях. Олег Сентюров, Ольга Вальченко, Игорь Марышенко. Телерадоя компания «Гомель». У Гомелли завершился областный конкурс профессионного майстерства сирот керунков средних научных установ. Гоноровое звание Лепшыха отримала директор 56-й Гомельской гимназии Оксана Капустина. Кто и он сучасный директор? Загадших господарки, який отказывает за забеспечение школы розными речами, от мебли до мычих сродков. Ци креативный человек, який генерирует новые идеи. Разом журы отказанных этой вопросе шукал Олег Сентюров. Лепшыха керунка научной установы у Гомеля вызначали у другий раз. Селета у первом заводченном этапе у дел проняли 32 директора средних школ практически из всех районов области. До финала дошли 9. Причем усе без выключения стверждают, гэта заслуга не их особиста, а сяго коллективу. Конкурс профессионного майстерства сирот керунков средних школ – суместный проект Гомельского областного управления и областного института развития и адукации. Ничего аналогичного у инших регионах краины, по куль нема. Сирот наставников лепших вызначают, а праца директоров не акапанулася литерально поза конкурсом. Меж тем, у этих людей так само есть, чему получиться, и не только на уроках. Этот конкурс ломает стереотипы, согласно которым директор школы – это такой своего рода завхоз. На самом деле это не так, и сегодняшний конкурс позволяет увидеть нам, что наши руководители системы образования – это одаренные, творческие, креативные люди. Финалист конкурса – директор Брайдевской средней школы Игорь Сялюк за 12-е педагогов. Их агульный семейный стаж – амаль 150 годов. Кажет, что сегодня у начальника школы совсем не просто. Необходно не только предбачить перспективу, а и реализовать новые идеи разом с коллективом. По шоку нестандартных методов подготовки наученцев – это так само. Учебные программы, учебные планы никто не отменял, и поэтому мы обязаны работать в соответствии с действующими нормативными документами. Но нужно сказать о том, что любой учитель, если это действительно настоящий учитель, он к любому делу отнесется творчески, он внесет какие-то свои изюминки, переработает какие-то материалы и попытается поддать материал детям таким образом, чтобы он был интересным, чтобы он был доступным. По великим рахунку, конкурс прессийного мастерства сирот героевников установ в средней эдукации – это не только в значении лучших директоров, а и повышение престижа профессии наставника в околе. При этом все погаджаются. Поколь этот престиж находится не на ведьме высоком уровне, не оплошную чергу по причине относно невеликой зарплаты, особенно у молодых педагогов. Коли изменится такая ситуация невядома, а и ответные спробы предпринимаются, сегодня у трех школах Гомской области проходит апробацию пилотный проект по так званым нормативным финансованием. У нас выделяется определенная смета в зависимости от количества учащихся. Чем больше учащихся, тем престижнее учреждение, тем больше денег выделяется на год учреждению образования. И руководитель, как опытный менеджер, может ими распоряжаться. Формирует сам смету, планирует закупки. Конкурс профессийного мастерства «Серуд керувников установы адвокации Гомской области» проходит один раз у два годы. Максима празд, в этот час вызначать леприк «Серуд их» в речце почнуть и на республиканском узровне. Зараз на Гомичине працуют больше 2800 директоров и их наместников. Это великий потенциал и великий опыт, и кем тут не супраць поделиться с іншими. Алексей Теров, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель». Семый открытый республиканский фестиваль «Жаночай бородьбы» пройдя у Гомели. С поборницей по дзюдой вольной бородьбе отбудутся у палаца легкой атлетики другого «Снежня». За узнагороды будут змогаться спортсменки из Беларуси, а так само краин близкого и далекого замежа. Об иенших спортивных подеях ближайшихся меден расскажет Максим Савин. На наступном тыдне Гомели-Жлобинский металлург проведут в чемпионате краины по хоккею в экстралізе по две гульни. Команды отправятся у Минский регион. У авторок первого «Снежня» Гомель сгуляет с Солигорским шахтером. Металлург со столичной юностью. У четвертого «Снежня» Гомель заеде у Маладечна до мясцового «Динамо». Сталевары сгуляют с шахтером. Уже ночью в чемпионате краины по гандболе отбудутся шарговые матчи. Гемельчанки на паркете палаца гульновых видов спорта будут примать команду БНТУ-2. Гульня отбудется у субботу пятого «Снежня». Аматорам баскетбола так само не доведется сумовать. Одразу две домашние гульни проведены наступным тыдні команда «Гацар Сош». Первого «Снежня» гемельчане згуляют с дублем Минских цмоков. Четвертого «Снежня» з яшедным коллективом со столицы «БДУ». Баскетболистки команды «Гомель-Сош» у неделю шостого «Снежня» у Минску сустрянутся с горизонтом. Гэта был информационный выпуск телерадо-компании «Гомель» новинный тыдня. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире.